Для всех песен, которые есть на альбоме, нам было бы, наверное, цикаго, где-то какие-то песни взяли самим, взяли что-то. Не знаю. Не знаю. За раз процедуру. Ну, снять видео на «Стринадцатрек» — это огромная работа. Какой-то вы планируете, может, какие-то сроки вложить? А мы взагалі, якщо честно, прямо вот покласти руку на серце, мы настолько этот альбом отпустили и настолько делаем так, чтобы все, что мы хотим сделать, мы делаем, мы не остановимся. Хочется записать альбом, пошли записали, захотели зафильмовать. Люди нам предлагают, у нас есть уже два клипа, которые сняли. Это все с начала, который снял режиссер Денис Дужник, который снял большинство концертных видео в группе «Бомбокс». Есть трек, который называется «Это все», который сняла очень чудовая девушка Аня Копылова, для которой, мне кажется, что... Пропозиция была таким образом, что она услышала песню «Это все», и сразу захотела, не слухаючи весь альбом, просто почула песню «Это все», захотела сняти на эту песню в видеоклип. И мне кажется, что именно в видеоклип на песню «Это все» это работа, которую я сейчас чекаю, не больше, потому что идея там очень интересная. Для меня это интересная, потому что я, как человек, в которой есть какая-то фобия, я думаю, что она будет раскрыта именно в этом клипе. Буду сняти клип на песню «Там, где я», который будет снимать Андрей Бояр, который раньше сотрудничал с «Пиано Бой», и он будет снимать... Да, с «Бахатьма». Да, с «Бахатьма». Кліпов будет много. Один из целей того, что мы идем в Париж, и в Париже будет сняти также видеоработа на одну из трекеров с альбомом «ТиЕ». Багато всего хочется сделать. Я единственное, что хочу, мы будем все это делать, дайте только спокойствие. Перестаньте воювати и сделайте так, чтобы мы жили под мирным небом. А мы будем делать, и мы будем заниматься своей справой, и делайте это хорошо. Обещаем вам, если кто-то нас там где-то чует, сделайте, пожалуйста, так, чтобы перестали гинуть люди, и в нашей стране пропиналась война. Вот, что я хотел сказать. Дякую. Питание, которое пришло до нас в сфер-конференции от Дмитрия. Доброго дня. Такое вопрос. Чи есть в планах у музыки для масс, співпраця еще с какими-то музыкантами или группами, которые не подписаны на этот лейбл, но передо мной уже усважены. Дякую. Надеюсь, этот альбом будет, справедливо, такий, каким вы его хвалите. Гарного дня. Наверное, что альбом будет таким, даже на 50%, как мы его хвалили. Но кому-то он не сподобается очень. Кто-то будет считать, что это попсар, кто-то будет сказать, что это не та музыка, которую они говорили, чтобы заболели. Но это наша музыка, и она не понравится. И... И... ИНШИ все не важливо. Чи є... Чи є якась мета співпрацювати ще з музыкантами? Безумовно, але це не калюбливее. Зрозумієте, ми не... Хоч зараз... Ну, до речи, мне не понравится название воевну, «Музика для масс», потому что это никакая музыка для масс, это музыка для себя. Я требует назвать по-иншому. Ну, это уже хлопцы, как назвали, так назвали. Так вот, несмотря на то, что это один из зараза найпотужнейших украинских лейблев, потому что те артисти, которые входят до него, на мой взгляд, уже, скажем так, и самодостатные, и имеют свою аудиторию, и знают на том, что делают. Это важно. Но... сказать, что они там подписаны, связаны по руках и по ногам, это не так. Скорее всего, это все. Водбуватиметься спильная работа до тех пор, пока у нас будет схожий взгляд на течение и другие речи. И это относится и других, коллективов, команд. Я очень хотел бы, чтобы Киев и Украина стала, в целом, музичной меккой, хотя бы Схидной Европы. И это так и есть, на сегодняшний день, и в отношениях с некоторыми третьими странами. Но, у нас настолько много талановитых людей, настолько много творчо интересных людей, в разных категориях, что, объединяя это, создавая профсоюзы, создавая так называемые street universities, создавая студии с открытым доступом, я впевнен, что мы могли бы очень много научиться и создать действительно крутой и музыкальный, и видеоконтент. И у нас было бы меньше, набагато меньше того, что стремит нас. Конкуренция на сегодня присутствует, но стало зрозумяем вешті-решт остаточным, что набагато больше цикаго співпрацювати, чем просто брудную ситуацию с авторским правом в Украине. Давайте працювати легально, приятнее, намагаться это делать. Мне кажется, что сегодня и самое частое это. Вот что я хотел сказать, кроме того, что торговля классным образом такую назву. Сообщество меломанов спрашивает вопрос для Андрея. Чем работа в качестве сам продюсера отличается той же работой в составе своего коллектива? Когда ты працюешь на себе, ты знаешь, что ты делаешь, на веще это, и кто за это отвечает. Когда ты працюешь еще с кем с кем постоянно доводится пытаться видеть себя с боку. Это великолепная количество компромиссов, но и такая же количество гавного настроя, новых творческих хвил, неожиданных музыкальных решений. Чем это было для меня цикаво? Перш за все мне хотелось задовольнити жаху до новых людей, новых друзей в своем околе и кем мы стали в этом. Это очень круто. Мне очень счастливо, что стало больше хороших знакомых. Ну и другая, конечно, амбиций. Потому что мне казалось, что я остался на это и просто не хватало времени, как только этот момент появился, даже минимально. Я очень хотел попробовать себе в том, что произошло. и основной, и главный фактор. Это было бы практически неможливо, если бы группа не была крутой песочкой. Никакий сам продюсер, самый крутой, авторитет эстрады, классический, рок-музыка. Никакий вам не поможет, если вы сами не имеете чувства рок-н-ролу, если вы сами не любите музыку, не чтобы ждать на него что-то, а способ присвятить ей все свое життя. Вот, наверное, и все. Это то, что я увидел в этой команде. Те, кто был хоть раз на их концертах, любят они их песни, тексты, не знаю, чем они любят. Они могли, могли, могли понять, что энергетика рок-музыки у ребят настолько достаточно, что можно стадионы набирать, это не пеноролы. Да, мы такие. Да, они такие. Что сделаешь? Женя, Андрей, попробовал себя в качестве сан-продюсера, у вас не возникает желания поработать в каком же качестве с какой-то другой группой? Я бы помог одному популярнейшему коллективу немножечко подсказал бы кое-какие. Нет, но если честно, мы же все работали над альбомом и я пробую себя регулярно в качестве сан-продюсера в своих работах, когда мы пишем что-то. Я не готов, и Андрея тяжелейшая, тяжелейшая задача, с которой нужно справиться. Он взял на себя огромную ответственность за то, что услышат люди, потому что там написано сан-продюсера альбома Андрей Хлыбнюк. А это значит, что если альбом кому-то не понравится, мы сделаем все вот так. Я отвечаю только за саунд. Я отвечаю только за саунд. Саунд не подобается, просто смаки не споречаются, ничего страшного, все круто. Нет, если честно, просто не готов я еще к... Да все, до всего он готов. Давай будешь честным, это какая платформа по рахунку твоя? Четвертая, шестая. То есть, шесть платформ, ты был саунд-продюсером, а теперь ты не готов. Я не готов взять на себя ответственность за кого-то еще. Потому что потом мне придется с кем-то ходить на интервью, о чем-то разговаривать. Мне ты человек, скорее всего, поднадоест за время записи альбома. Ну, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. что же поделать? А как тебе вообще девчата? Мы счастливы уже, что это ответственность совсем не... Все он готов, все он сделает. Просто не было, по-перше, а, часу, по-друге, ну, принаймні, я не знаю, кто-то к тебе обратился к одному такой пропозиции? Да, я испортил альбом. Ай-яй-яй-яй, я этого не знал. Нет, ну просто да, нужно... Так что ж такое? Перестань глупоти, як москейдер, что ты відбушал не бывает? Так уже получается, что пока не было предложений, я, наверное, я с удовольствием принимаю участие в репетициях сейчас с группой Boombox, и мы находим общий язык с музыкантами, и очень мне нравится заниматься тем, чем мы занимаемся. А называть это саунд-продюсингом, или там, поддаваться... Перестань до нас ходить, пристань, не возглавить свои гитары. Вот я считаю, что один из, один из действительно факторов, по которому человек понимает, может он быть сам продюсером или нет, это если он не притягивает за уши, а действительно ему есть что сказать в той или иной музыке. Вот, вот, все. Так вот читатели спрашивают, что вы там рисуете, Женя? Я рисую... Те... Это дурайвайфтокс. Это... Я рисую немного хуже, немного хуже, чем полярник. У меня тут был тандем и знак питания, а потом полярник теперь наш и знак окна. Ну, мы, в общем, рисуем. Спрашивают также, год ли концерт группы «Оторвальд» в Запорожье. Планируете ли сюда приехать группа «Бумбокс»? Вот сейчас нам во время онлайн купить. Безусловно, конечно, было бы классно отмечать все места, где есть хоть кто-то, кому понравится твоя часть. А в Запорожье таких людей много. Ребята, я очень скучаю по вам. Мне очень нравится к вам всегда приезжать. Но построите хоть чуть-чуть больше заведения, в котором можно играть. Хоть чуть-чуть. Ты имеешь в виду, что ничего не требует будувати. Вашу палацу спорта вообще пока что достать. Ну, мы трошку, чуть-чуть, и потом выжать. Ну, в общем, я скучаю по Запорожью, особенно есть там одна девушка, ее зовут. Рыша. Рыня. У нас в стадии в Запорожье быстро служит. Когда-то нас привезли организаторы в Запорожье. Это лучшее вообще, что со мной когда-либо происходило. Они говорят, значит, ребят, мы снимаем и вам квартиру большую, трехкомнатную. И у вас будет свой повар. Внимание. И значит, в Запорожье ситуация следующая. Мы приезжаем с тюками, с рюкзаками, заезжаем на квартиру, стоит чувак на кухне. Парень. У него вот здесь висит пистолет, не шучу, реально. Висит пистолет и куча наготовленной еды. Там, жареные кабачки колечками, там, еще что-то, еще что-то. Он говорит, все, привет, я сегодня с вами. Я здесь повар, но вечером я вас в клубе охраняю. Я еще ваш охранник. Кирилл, у него ствол здесь висит. И мы такие зашли по комнатам и думаем, а если вдруг еда не понравится или еще что-нибудь нравится. Ну, в общем, он действительно, а потом вечером он играл роль охранника. И он вообще, Хотя там немного людей было, но он все равно видел вид, что надо всех отталкивать. Мы и по тебе тоже соскучились. Мы с огромным удовольствием передним Запорожьем. Честно. Тем более, что же это происходит? Юра пишет, у нас пришло питание. Хлопцы, привет. Хотел вас запитать, че вы спеваете в группу песню про Украину? Мы, что, мы, что, мы, не спеваем, а чею песню про Украину? Якусь, может, свою, якусь напишете? У нас багато песеней, в принципе, есть натики на эту территорию, на государство, ну, может, не на государство, а на людей, на землю, на все. Но, якусь напишу, письмо про, может, кто-то заспеваем. Мы будем старенькие, когда-то, мы будем сентеринентальнее, еще больше, чем сейчас. Возьмемо за руки, дянемо костюмы, тройки, выйдем на сцену, и будем спевать песню про Украину. Все наши песни про Украину, мы украинские команды, одна и другая. Ну, фактически, как и вы, и мы, и все люди, которые сейчас помогают этой конференции, мы все с вами и есть Украина. То есть, время уже это понимать. Нема каких-то других понимающих, интересных, классных, кто-то может нам сказать. Вы знаете, мы вот так. что декларируется, и то, что есть на самом деле, не всегда правда. Очень много из тех людей, которые титульно заявляют про свою любовь к стране, пускают слезы, пишут песни, добрые, давляют коленом эмоции из слушателя, на самом деле, просто зарабатывают деньги. И те, кто, а те, кто пытается, скажем так, не ехать на коньячці под названием очень просто про Украину или о маму, или еще что-то, а пишет, что, что справедливо приходит ему на думку, он думает, напередно, на три, на десять кроков. Я про это говорю, эмоция будет подобаться, кому нет. Они, не знаю, это, может, мне и есть привет. Я про это говорил на канале 112, как он спросил, я сказал, что, он спросил, у вас такое вопрос, что не хотите выяснять клип на одном из писаний альбомов про ситуацию в стране, используя кадры с Майдана или с двоей. Я говорю, что сейчас много людей, которые это делают и спекулюют о том, но... И кто-то спекулюет, а кто-то нет. Да. И, но... Но... Но и отверто, и широко это делают. Я клянусь вам, что есть треки в альбоме, в которых просто достаточно будет подставить два кадра. И все будет зрозумяло, что эти треки написаны совсем не про то, что говорится в тексте. Но проблема и страшная проблема поляга в том, что спекуляция на патриотизме это плохо. Говорить, живить полностью. Но если у тебя на машине прикрепленный прапор нашей великой и мощной страны, а прокурсируешься как мудак, то это тебя не сделает лучше. Понимаете? Вот, что я хотел сказать. До речи, Андрей написал Данил, палац спорта в Запорожжьи сейчас на реконструкции. Мы ждем, это классно. До речи, я надеюсь, что его реконструируют не только визуально, но и с акустикой попрацюют. Нет, я имею на увазь. Там очень сложно было. Я помню, чудово концерты в Палаце спорта в Запорожжьи. Вот, и велетенская кількость людей пройшла на него. Тоді, дякую вам, было очень классно, но акустика была, скажем так, хотелось бы, чтобы она была лучше. Багато хто жалився, потому что ни слова, ни зрозумения, ничего. Ну, это было справді важко, обмаштувати звук. Ну, тому он и называется не Палац Музики, а Палац Спорта. Дима, запитаю, Женя, следуя твоей творчостью давно ты для меня став прикладом, насколько реально играть в тебе на розыгрыве. Сотрудничать ищите молодую группу, как вы делаете вас? Это надежда молодого человека. Дима, дружи, если ты был, у меня был в лету турбин, назывался «Квартирник», и я залюбки играл с каким-то, кто прагнул этого. Взади сидели люди, кто захотел играть под детей. У меня были две гитари специальные, мы играли, або на тамбуре, а на гитаре, або разом спевали. Розыгрыв в нашей стране, на наших майданчиках, даже не в стране. Это очень, очень очень клопитно, потому что и так, это я не люблю солянки. Когда приходится играть, люди очень долго ждут, ты скажешь им, что ждут еще, мы еще налаштуемся, сделаем так, чтобы слова были чувствительны. Поэтому, касаемо розыгрывов, я залюбки прийду на ваш концерт, если вы запросите, мне действительно будет интересно. А касаемо розыгрывов, это действительно, одницы залов в стране могут позволить себе качественные, качественные, качественные концерты, в котором будут брать несколько участников. Ты все сможешь. Еще он до тебя будет просить на розыгрыв. Если вы верите в себя, и это справа вашего жизни, то вы не одноразово еще будете играть на одних майданах. Я хочу тебе рассказать очень интересную историю. Колись в Полтаве был фестиваль... Есть интересная история. Я вам не могу. Дима, чекайте, я вам не могу. Я вам не могу. Колись в Полтаве був такий фестиваль Мазеба-фест. Мы играли там хедлайнерами, а группа Boombox играла в нас на розыгрыве. И теперь уже все совсем по-другому. Теперь мы играем на розыгрыве в группе Boombox. Что я тебе хочу сказать? Будь собою, прагни, биду своей мети, и, может, Андрей Хлевнюк будет продюсовывать тебя как сам продюсер. Андрей, так неожиданно ушел. Вопросы закончились, да? А вы можете говорить со мной? Так, давайте сейчас посмотрим, может, еще что-то прислали. Хочется финальное слово чтобы вместе сказали. Я знаю все, что он скажет. Юра Малик пишет уже котрого листа и просит передать мне привет, будь ласка. И таке питание, если бы я еще могла прожить жизнь сначала, чего бы вы не допустили в другую? Привет, Юра Малик. Если бы я мог прожить жизнь сначала, чего бы я не допустил в другую? Напевно, что я бы прожил его так же. Мне кажется, что я счастливый человек, я занимаюсь любимым делом. На счастье, у меня живут родители и все родители. У меня есть родина, у меня есть маленькая дочка, я счастливый. Поэтому мне кажется, что я все делаю правильно. И так и хотел бы, напевно, чтобы прожить жизнь. Но мне кажется, что если бы я мог что-то изменить в 17 или в 18 до 22 лет, я бы спал с большей количеством взрослых женщин. Сколько вы? Так что, опыт передавал. Конечно, нет. Або так. Пока Андрей, он серьезный, как правило. Я же, видите, не серьезный. От Антона вопрос. Не музыкальное. Чи вы интересуетесь футболом? И если так, то какие команды поддержите? Не обязательно украинские? Я Ворску Полтаву поддерживаю. Потому что это моя Ворскла Полтава! Зелено-белое! Я поддерживаю. Потому что это мое родное место. Я поддерживаю Ворску. А вообще я не люблю интересоваться футболом. Как же так вышло? Я вообще не люблю определяти увагу, концентрувати увагу на какой-то долгий час. Я и не так много фильмов дивлюсь. Мені дуже часто стоя нудно. Я иду играть. Тому футбол это очень крутая игра. И ее в всем мире любят. Просто мне не хватает усидчивости. Я не могу додавиться, как правило, до конца. Так происходит с многими. Например, порнофильмы я не могу додавиться до конца. я очень много что вы столько лет ходите на концерты и что вы так отрываетесь на них круто. И увидимся очень скоро на концертах в этой стране и в странах других стран. и на концертах и на концертах от Орвальда и на концертах гурту «Бумбокс» вы знаете, где нас шукать. Следуйте за афишами и мы завидки будем делать свою свою работу для вас. Я надеюсь, что когда-то эти пресс-конференции и интервью закончатся, а мы перестанем ходить на все и начнется на последний день. И тогда мы с вами сделаем все потому что будет в тебе примат и ты есть на концертах мы все разрушим мы сделаем фантастические вещи приходите на концерты в грудни Вау!